Ефимий Путятин Ефимий Путятин принадлежал к когорте немнимых, но истинных патриотов, положивших жизнь на алтаре Отечества. Будучи 19-летним мичманом, Путятин совершил кругосветное путешествие под командой Лазарева. Экспедиция длилась три года. За заслуги был получен орден. Потом было знаменитое Новоринское сражение и еще один орден. А следом 18 компаний за 4 года, ранения и третий орден. В 37 лет Путятин капитан первого ранга. И тут начинается та часть деятельности, которая сделала славу графу Путятину. Несколько десятилетий он налаживал архиважные дипломатические связи с Персией, Японией, Китаем. Многие события его жизни в этот период отображены в книгах выдающихся авторов Гончарова и Задорнова. И везде адмирал-дипломат добивался выгодных для России условий. Эфимий Васильевич слыл человеком глубоко набожным. Став в 1861 году министром народного просвещения, он хотел перевести все начальное образование империи под покровительство церковных преподавателей. Это было непопулярным шагом, и Путятин подал в отставку. В мае 1883 года граф получил высшую награду Родины – орден святого Андрея Первозванного. А в октябре он умрет. Эфимий Васильевич не доживет месяца до своего 80-летнего юбилея. Похоронен он был по завещанию рядом с женой в Киево-Печерской лавре.